Привет, друг! С этого момента мы журналисты! Да, теперь в начале каждой недели мы будем информировать тебя о интересных вещах в мире CGI, а может и не недели. Посмотрим, как будет. Не каждый же день выходят обновления технологий и программы, но мы не будем вещать про игры и уходить сильно в сторону. Если ты заходишь сюда, то встречаешь все по теме. Итак, пробежимся по новостям за прошедшие недели. Бета-версию Topogun 3 уже можно скачать на официальном сайте. Ну, конечно, только демку. А счастливым обладателям Topogun 2 повезло с доступом на третью версию. Они могут активировать ее с тех лицензионных кодов, которые у них уже есть. Да уж, не прошло и 7 лет. Все фишки с интерфейсом, возможностями и нововведениями ты можешь глянуть на их Vimeo или Vimeo канале, где есть всего пару роликов с возможностями. Topogun – это программа для качественной ретопологии твоей хай-поли модели. FaceVar запустила новую программу FaceVar Studio. Это новая платформа для создания качественной лицевой анимации. Выглядит очень интересно и с шикарным интерфейсом. Она может отслеживать любое лицо и мгновенно создавать его анимацию. У этой компании уже были ранние версии программы, но это совершенно новый подход к отслеживанию с машинным обучением и нейронной сетью. Есть функции, по калибровке от одного клика с подключенной онлайн камерой или записанным материалом заранее. Гибкие настройки каждой области лица и синхронизацию ты можешь опробовать уже сейчас в бесплатной версии этой программы. Ну а то, какое качество стало выдавать такого рода ПО, это еще предстоит узнать. Insidium создателей X-Particles оценили новый ролик от фанатов Звездных войн, ну конечно с использованием их софта, где очень эффектно и пафосно размазывают имперских штурмовиков под яркие искры, энергию, взрывы и разрушения. Соломон Сикани, а это режиссер данного эпика, делится интересными фактами о создании, отвечая на вопросы журналиста на официальном сайте Insidium. Софт, который был использован в этом ролике, это Cinema 4D, Redshift и X-Particles. Команда небольшая. Ну что, друг, если пару ребят смогли, то ты обязательно попадешь на такую доску почета. Кстати, кто еще не купил лицензию, не забывайте про бесплатную версию в три месяца. Возьми хотя бы просто ключ, пока не отобрали. Но это, к сожалению, без всех последних обновлений. За них придется заплатить. Вышел новый Rezom UV Spring 2020, а точнее его обновление. Это специализированная программа по развертке твоей модели, то есть создание UV координат. Мы реализовали новые функции, также перебрали код и существующие функции для этого обновления, а также новые функции выделения и очень востребованный набор функций Distribute для тех, кто нуждается в тонко настроенных параметрах выравнивания сетки и комплектации по всей зоне UV. Серьезно переработали рабочий процесс Textile Density, а также внедрили параметры автосохранения и регистрации ошибок. Пишут создатели данной программы. Все доступные обновления в визуальном виде расположены с ссылкой в описании. U-Render заимел новую фишку. Ну неужели? Теперь в нем доступен SSS. Мне кажется, или это должно быть там сразу? Опять же, для тех, кто не в курсе, U-Render — это очередной рендер-движок, но уже в реал-тайм для Cinema 4D. Его полный обзор есть у нас на канале. SSS по той же картинке, которую они выложили, ну… оставляет желать лучшего. Возможно, при работе со светом можно получать интересные результаты. Все-таки, это реал-тайм. Также улучшили эффект тумана и сглаживание. В предыдущих обновлениях добавили поддержку Cinema 4D S22. Можно попробовать бесплатный пробный период. Такие дела. Счастливчиков в подписке Adobe ждет 1075 бесплатных шрифтов. Весь типографический набор уже доступен и можно обновляться. Adobe предлагает 7 пашущих в гору заводов по разработке самых разных лицензионных шрифтов. Всевозможных видов, начиная от строгих и выверенных, до стилизованных иконок для… ну… здесь уже решается. Также, далеко не уходя от Adobe, они выпустили пост о своей компании, а точнее его ребрендинге. Все значки вскоре времени поменяются и уберут окантовку. Мы вносим эти изменения в брендинг, чтобы нашим клиентам было легко ориентироваться, а также сохранять свежий внешний вид. Пишет дизайнер Соня из Adobe. Глядишь, может и за After Effects возьмутся. Speedtree представила шоу-рил с кадрами из игр, где использовался их продукт. Козырять-то козырять! В этот список входит Far Cry 5, Days Gone, Host Recon, Breakpoint, Assassin's Odyssey, Division и т.д. Speedtree – это полноценная программа для создания деревьев, кустов и любой растительности с широким спектром возможностей для дальнейших анимации и своей стилистики в кино и геймдеве. Красный гигант. Создатели шикарных плагинов для After Effects выпустили новый пакет VFX Suite 1.5, в который будет входить новый эффект VFX Lens Distortion, позволяющий анализировать всю вашу съемку и интегрировать созданные тобой объекты в эту сцену. Если непонятно, то основная проблема того, почему объект может плохо вписываться в видео – это имеющийся рыбий глаз или искажения и деформации по краям кадра. И как раз этот плагин может легко вписать объекты под такую линзу. Ну и конечно же профилактика по остальным фишкам пакета. 3D-Code. Версия 4.9.45 Beta доступна для загрузки и тестирования. 3D-Code – это программа, в которой есть все инструменты, необходимые для переноса вашей трехмерной идеи из блока цифровой глины на готовую полностью текстурированную модель с органической или твердой поверхностью. В обновление 4.9 входит огромное количество улучшений. Все они очень точечные и есть на официальном сайте, а также в описании к ролику. Фанатам данной программы советую глянуть, а так это Paint Room с блокировкой текстуры под разное разрешение для работы с 512 пикселями, а на выходе уже в 4К. Обновленный скульптрум, UV и ретопрум. Компания Anderson Technology, разрабатывающая софт по трекингу под названием SynthEyes, выпустила новую софтину SynthEyes 2004 Going Metal с добавлением новых алгоритмов, отслеживания нейронной сети и многое другое. 2004 не кажется новым. По-моему разработчики остались в прошлом. Но 2004 – это версия, а не год. Очень странный маркетинг. Увидев такое впервые, вряд ли захочется покупать. Ну да ладно. В общем, трекинг круче, шикарная работа со сплайнами, новые скрипты для просчета и многое другое. Заметь, что последнее обновление выходило ровно год назад. Eximetry запускает программное обеспечение Virtual Studio для пользователей Unreal Engine. Eximetry – это универсальное программное обеспечение для виртуальных студий и 3D графики, предназначенное для индустрии вещания и развлечений, и которая использует производительность видеокарт новейшего поколения с использованием технологии одного компьютера. Называется «Вещай по телеку через Unreal». Весь процесс доступно описан на сайте. Думаю, кому-то будет полезно. А также, кто пропустил Cinema 4D и по каким-то причинам Unreal 5, то что у нас здесь есть? Какие улучшения приобрел Cinema 4D? Теперь доступен экспорт GLTFE. Формат, позволяющий легко интегрировать анимационные модели в сайты, а также приложения и дополненную реальность. Новые функции для UV и выделения полигонов, а также ребер и точек. Возможность пинить, то есть закреплять вершины для точной настройки UV. Появился большой спектр параметров по триангуляции, улучшена производительность в превью окне и настройка его разрешения. А также прокачанная интеграция с GoZ – это плагин Connect ZBrush, с которым стало работать еще удобнее. Да, учти, что это, как обычно, демка, и ждать полноценной версии нам еще, думаю, до конца года. Unreal, я думаю, ты точно не пропустил. Технологии, которые показали на презентации этого игрового движка, впечатлили всех. Возможность показывать огромное количество полигонов в сцене без тормозов даст возможность специалистам потихоньку скрестить понимание о low-poly. А также показали реалистичный рейтрейсинг с технологией Lumen. И вот пока точно непонятно, как это будет работать в дальнейшем. Насколько сильно демо оправдывает реальность? Все это можно будет потрогать только после доступной версии для смертных. И также не пропусти 70% скидки на Unreal Engine Marketplace, где лежат более чем 5000 продуктов, которые помогут тебе построить роскошные отели и оживленные кемпинги с низким полигонажем. Ну или огромные солнечные системы со звездными скайбоксами и передовыми научными космическими кораблями. А также окружающие звуки, взрывные эффекты и удобные инструменты, чтобы привести в порядок твои проекты. Распродажа длится уже от 25 мая до 3 июня. Успевай! Ну и по мелочи. Если мы зайдем на сайт в Trello к Redshift, то увидим их производственный процесс. Ты можешь вписать просто в Google Trello Redshift и зайти на первый сайт. Там видно, как специалисты трудятся над какими-нибудь версиями, когда что выполняют, что внедряют и в какую программу. Unreal запускает конкурс 4 июня в 2 часа вечера с пятидневным марафоном разработчиков. Создавай игру, чтобы выиграть шикарные призы от шикарных спонсоров. Узнай о Hemisphere Skies плагине для Unreal Engine 4 для динамических облаков, неба и освещения. Все это в описании. Ты знал, что у ZBrush есть календарь с заранее распланированными мастер-классами, который проходит достаточно часто. Есть картинка, тема и дата также в описании. Заходи к нам в телеграм-канал, там лежат новости, которые не попали в выпуск. Только самое интересное, прошаренное и виртуальное. Надеюсь, тебе очень понравилось, мы очень старались и ты будешь ждать следующих роликов. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok